МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...из области, кстати, высоких технологий. Нет повода, да его создадут, подсидят, придумают, раздуют. Заставляем по 7 раз переписывать. Когда это кого останавливало? Есть ли во всем этом риски? Есть. Но здесь, пожалуй, пора внести одно уточнее. С такой страной можно поступать как угодно. Большинство людей, которые работают в СНИ, осознают это. А что вы хотите? У России такая судьба. И никто этого не скрывает. Мы, конечно, очень крутые. Будем охранять наших героев, пока нас не сменит новое поколение. Империя блюсти, это не бородой трясти. Прям чеховская палата номер 6. Если не искать раздвоение личности. Но это ни о чем не значит. На протяжении всей своей истории русские доказывали, что им сам черт не брат. Русский народ бессмертный. Среди всей кремлевской пропаганды есть лишь несколько рубрик, которые можно не только смотреть регулярно, но и получать от этого массу удовольствия. Дикая природа. Опасные соседи. Эпидемии и войны лишь закалили наш народ. Ну где бы еще, например, вы узнали, что медведи страшно боятся русских? Медведи наших мужиков стараются обходить стороной. Еще раз. Медведи русских. Медведи наших мужиков стараются обходить стороной. Да, сидят, бывало, два голодных медведя, и тут бац, мужик идет. Сышь, косолапый, говорит один медведь другому. Доставай, слюнявщики, сейчас слопаем этого горемыку. И погодь, Михалыч, а вдруг это русский парирует другой медведь? Иностранцев это вызывает ужас, как правило. А русский говорит, да нет, ну ребят, вы что, вы не были в Сибири. И вот уже два косолапых дают дёру. А все потому, что канал РЕН-ТВ забодал подобными байками даже обитателей Тайги. И вот пока наши кормят таких медведей с руки и дерутся с ними, немцы убегают от лебедей. С другой стороны, тактика понятна. Если некогда великой страде последние лет 20 гордиться особо нечем, а уропатриотическое воспитание никто не отменял, значит, переможеньку надо придумывать. Сегодня нет на земле места, где не ступала бы нога русского человека. И нет такой силы, которая могла бы его остановить. А ещё лучше просто брать любые недостатки и превращать их в достижение. Русские, которые запросто обходятся без денег, электричества, газа и света. Видала, Машка, как нам с родиной-то повезло. Аж покраснел от волнения патриот Ваня. Без света, в холоде и без воды. Буржуи бы западные загнулись давно. А для русского человека эта тьфу, чепуха незаметная. Наши нигде не пропадут. Русская смекалка, она вообще, мне кажется, она часто и сопряжена с нашим выживанием. Взять тех же врачей. Только слабаки работают со светом. И для российских самородков свет – это излишнее баловство. Операцию с подсветкой экранов телефонов провести можно. А в больнице Южно-Сахалинска отключили свет. Но русские доктора не растерялись. Включили мобильники и при свете экранов начали вентилировать легкие пациентки вручную. Зато, братцы, вы бы знали, какое у этих врачей чувство юмора. Куда там тупым пиндосом? Электричества нет. Зато чувство юмора нашим врачам не занимать. А главное – смекалки. Иначе не выжить. А теперь проговори. Один из центральных каналов огромной страны, причем с претензией на сверхдержаву, на протяжении полутора часов рассказывает зрителям, как круто нищета закаляет характер. У наших людей невероятная выдержка, терпение и воля к победе. Мол, были бы мы богатыми, не была бы Россия такой великой, а так и спецназ у нас лучший на планете. Бойцы спецназа России. В огне не горят и в воде не тонут. И изобретениями давно буржуев уделали. Да автомат Калашникова, чтобы вы знали, на флагах пяти стран изображен. Только нашему оружию поставили память им в Египте. И только наш автомат изображен на флагах и гербах пяти государств. Где-то на этом этапе люди, сидящие у телевизора с тарелкой доширака в руках, просто обязаны были загордиться родимым отечеством. И медведи их не берут. И без света жить не умеют. И Калаш вон рельсу пробивает. Минус 50 градусов. Даже при таких низких температурах автомат Калашникова стреляет безотказно. И нет никаких сомнений, что такой, мягко говоря, творческий подход к пропаганде это настоящая находка для путинских боев. Ну а шо? Зачем вообще напрягаться, если часть народа верит, что бедность и милитаристический угар это необходимое составляющее величие? Русские нигде не пропадут. Даже без денег. Смекалка, широта души и невероятная воля к победе делают нас поистине бессмертными. Ну а если какие-нибудь либерасты, хохлы или пиндосы смеяться вздумают, на обман намекать, то никогда не поздно повторить холопом, как завидует России маме вся, вот тупа вся планета. Нас боятся и нас уважают. С нами хотят дружить и заслуженно считают достойным противником. Да и как не завидовать? Все-таки русские это самое древнее. Генетики доказали, что нашему народу не менее пяти тысяч лет. А значит мы пережили майя, этрусков и ацтеков. И самая развитая нация на Земле. Все эти открытия на самом деле принадлежат сибирским жрецам. Кто там хвалил индейцев майя за календари? Так вот, увидите тех, кто хвалил, смело можно казачий патруль вызывать. А все потому, что первыми сверхточные календари сибирские жрецы бомбили. 34 тысячи лет назад в Сибири существовал точный календарь. Задолго до шумер и древних египтян. И не надо этому удивляться. Технологии тогда у русских на космическом уровне были. У современных строительных компаний не всегда оборудование настолько классное. Российская империя, которая у нас считается лапотной, отсталой, обладала невиданным промышленным потенциалом и технологиями, которыми сегодня обладают не все строительные организации. Здесь, конечно, возникает вопрос, а куда же сейчас подевались все эти удивительные технологии до изобретения? Не иначе, как украдиверсанты похитили образцы. Но неудобные вопросы в современной России только враги народа задают. Правильные патриоты должны на зубок знать, что миф про отсталость России – не что иное, как технология Запада. Миф об отсталости России уже несколько веков насаждают наши соперники на Западе. На самом деле, Древняя Русь оказывала значительное влияние на соседнюю страну. Просто в отличие от России, буржуям гордиться нечем. Про лапти они что-то там еще кудахчут. Ну да, лапти. Только от этих самых лаптей даже в античной Греции все произошло. Наша культура была распространена на территории Европы, на территории Азии, на территории Китая. Античная культура Греции – это тоже наша культура. Понимаете, уровень? То есть никаких шансов у Запада на честную борьбу. Вот и остается смешным буржуям историю фальсифицировать. Мол, смотрите, какие у нас исторические памятники имеются. Взять хотя бы тот же Стоунхендж. Стоунхендж – один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Ездят, блин, зеваки со всего мира на груду камней, смотрят бабосы на экскурсии, тысячами сливают. Ежедневно это творение посещают почти 8 тысяч человек. А в России, между прочим, ровно такого же добра бесплатно валом. Да чё там, даже лучше. Он ничем сильно не отличается от наших мегалитов, которые есть на Кавказе. Стоунхендж-то вообще к истории никакого отношения не имеет. Тут вам любой российский федеральный канал расскажет. Сегодняшний вид Стоунхендж приобрёл относительно недавно. Это было связано с тем, что Великобритания стала Великой Империей, и как всякой Великой Империи, нужна была Великая История. А вот российские мегалиты как раз напротив – чисто натурпродукт. Никакого-то силикона или фальсификации. Нужно было привести хаотично разбросанную груду камней в надлежащий вид. Археологи, они построили то, как им казалось, это могло бы выглядеть не в прошлом. Но всё понятно. Выключая телевизор, скажут бабушки из отрядов Путина. Кругом враньё и показуха. Дурят своих буржуи западные, да на Россию клевещут. Получается, образ России как отсталой и неразвитой страны создан искусственно. А вы думаете, только к Стоунхенджу вопросы имеются? Да как бы не так, насыпает напоследок телевизор. Вот вы про собор в Кёльне слышали? Предмет гордости немцев – грандиозный Кёльнский собор. Зрители федеральных каналов с пультами в руках, естественно, кивают. Так вот, собор георопейцы якобы сотни лет строили, а значит, что? Верно! Липа это, а не собор! На самом деле, лишь две главные башни строились по чертежам 13 века. Всё остальное – фантазии на тему того, как это должно было бы выглядеть. Скажем прямо, услышивайте аргументы, мы всей базой НАТО не знали смеяться или плакать. Оказывается, собор не могли строить так долго, ведь иначе бы всё разворовали! Как за 405 лет перерыва уже построенные части не растащили по кирпичикам? Вот же странные георопейцы! Там ведь очевидно и кирпичи были, металлические конструкции, опять же, возможно, даже с позолотой, а они и не разворовали даже. Но не укладывается это в голове у русского человека. Хотя, может, конечно, не хозяйственное не у себя в Георопе. Ну, куда скорее все эти стройки века не что иное, как фейк? От того самого первого Хелинского собора, который мы начинали когда-то строить, до нас, если и дошли какие-то части, то только те части, которые заложены в котловане. Где-то на этом этапе миллионы уропатриотов уже близки к мозговому оргазму. Ещё каких-то два часа назад это был нищий работяга, который еле приполз после смены домой. Теперь же перед телевизором сидит гордый гражданин великой сверхдержавы, которая всё придумала, всё открыла. Не боится медведей и, самое главное, имеет настоящую, а не выдуманную историю. Русская душа и Россия в целом настолько открытая, насколько искрытная. Нам нечего доказывать. Мы самодостаточны и обладаем богатейшей историей, которая не нуждается в пиаре. Слыхала, Машка? Мы, оказывается, настолько крутые, что не нуждаемся в пиаре. Он вполне себе искренне верит во все сказанные по телевизору сенсации. Более того, после просмотра федеральных каналов засыпает счастливо. Мы жители страны с богатейшей культурой, историей. И в таких примерах и кроется ответ на вопрос, почему в путинской России так много подобных псевдоисторических фильмов. Просто это выгодно. Стоит две копейки. Прокрутил разок, и полстраны распирает от гордости. Русские идут, едут, плывут и летят. Россия объединится с другими славянскими землями и станет грозным государством, перед которым будет трепетать весь мир. Но есть, конечно, другой путь. Вкладывать миллиарды, но не в телевизионные программы, а в ЖИКХ, а в медицину и образование. В будущее вкладывать. Через много лет эффект будет примерно тот же. Люди начинают гордиться страной. За уровень жизни, за социальные стандарты. Но к чему такой нерациональный метод, когда можно еще с десяток упоротых фильмов на РЕН-ТВ снять? Как говорится, дешево и сердито. И пока народ молчит, караван точно не остановится.